Вкус свобода теперь вне закона. С 1 января в России запретили для розничной продажи алкогольной энергетики содержание спирта меньше 15%. Теперь производить их можно только на экспорт. А вот в магазине одной из федеральных сетей, активистам молодой гвардии, такой напиток, где 7,5% алкоголя продали без проблем. Что вызывает вопрос, как он попал на прилавки. Честно, не в курсе даже. А кто занимается поставками? У нас централизованные распределительные центры привозят товар. Я сейчас уточню этот момент обязательно. И разумеется, если это по законодательству, то мы с ним из продажи. Нам без труда оформили возврат сомнительного товара, а всю партию на наших глазах оперативно убрали с прилавка. Как рассказали в магазине, спросом напитки пользуются еще как. Молодежь или взрослые люди? Взрослые, молодежь. При этом казанская молодежь в один голос поддерживает моду на здоровый образ жизни. Я считаю, что они вредны организмам. Это разрушает желудок. Я не знал, что вообще есть алкогольные энергетики. Я не знал, что есть просто энергетика, которая содержит кофеин и тавурины. Я не просто ободрят. Считаю, что у нас здоровый образ жизни. Согласно и молодогвардейцы, с 5 февраля татарстанские активисты присоединились к всероссийской акции по проверке торговых точек. Основным потребителем данной продукции является молодежь. Это чаще всего люди нашего возраста. Поэтому нас это заботит, потому что данная продукция содержит вредные вещества, которые пагомно влияют на здоровье. Во время мониторинга молодогвардейцы проверили уже 20 магазинов разных торговых сетей. И во всех были нарушения. Акция завершится завтра. И по итогам активисты собираются обратиться уже в прокуратуру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова